Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 января и я вот уже по нашей традиции встала утром пораньше и решила ответить на последние вопросы зрителей на канале YouTube, потому что сейчас перед посевной очень много вопросов, связанных именно с посевами. И вот очень много откликов вызвало видеоролик про банановые ноги. Сейчас я все это подытожу, прочитаю, ознакомлю вас с комментариями других людей и мы побеседуем и на эту тему, и на другие. Так, вот начну с самых последних, короче, которые 9 минут назад и назад буду отодвигаться, как обычно. Валентина пишет, что, глядя на вас, тоже захотела иметь дополнительный доход пенсии, как можно заказать семена. Все о заказах семян есть у меня на канале, есть специальные видео, ищите по наименованиям, там есть специальный плейлист, как заказать семена. Вот про банановые ноги. Очень-очень много комментариев, уже около 100 комментариев пришло. Пишет, я уже писала, я не знаю, не по-русски имя, не могу прочитать. Я уже писала, что сорт похож на томат Пальмира, но ради интереса купила партнер Казахстан. Конечно, посажу, посмотрю, но нашла ролик, где показали в разрезе, не понравился. Почему такая цена, что уж тут особенного. Но эта цена такая продержится, я думаю, первый год или два. Потом люди, половина людей, которым не понравится, просто не будут покупать, и она немножко упадет. Это всегда так. Пишет Елена Усова. А я, дура, купила за 108 рублей пачку семян. Пишет Лариса Сорокина. Ольга, вы дорожите подписчиками, правду всегда говорите, но осторожно, судя по тому, кто этот сорт рекламирует, и так все ясно. Конечно, сети, но у меня очень большое недоверие, ну что не рекламировали, сажать не буду. Так вот я поэтому и сажу, потому что люди, большинство людей в сомнениях, вроде семена разрекламированные, и так они преподносятся, что каждому хочется посадить, и тут же появляются уже комментарии, что не садите, не вкусный. И вот все люди мечутся туда-сюда, туда-сюда. Я вот поэтому и хочу по многочисленным просьбам зрителей вырастить его и действительно высказать свое мнение, как он ведет себя в реальном огороде, действительно ли он будет такой обвешанный плодами сверху донизу, и такой ли он вкусный, как написано на пачке. Посмотрим, какой он настоящий. Вот пишет Елена Шимановская. Не надо крутить пальцем у виска, по-вашему, все, кто купил банановые ноги, дорого, все ненормальные, а я была всегда в восторге от вас. Елена, когда я вот так сделала жест, как будто покрутила пальцем у виска, я говорила лично про себя. Если вы внимательно слушаете, я сказала, что я такие дорогие семена никогда не буду покупать, потому что я знаю цену семян, я сама их произвожу, я знаю, сколько они стоят. Ни один сорт томатов не может стоить 100 рублей пачка, вы меня поймите. Я говорила не про вас, если вы взяли это на свой счет, я не знаю, но это ваше личное мнение. Я говорила о себе, что я никогда не буду покупать. Я наоборот хотела сделать доброе дело, предупредить людей, что не всегда, вот когда они покупают такие дорогие семена, не всегда будет такой отличный результат, как в рекламе. Но если вы это восприняли как-то как оскорбление, значит вы меня неправильно поняли, или у вас просто уже такой настрой вы воспринимаете, вот ищите, что кто-никак сказал. Я сказала, что я никогда не буду покупать дорогие семена, потому что я знаю, сколько они стоят. Все семена томатов любого сорта, особенно вот такие линейные томаты, не гибриды, которые не нужно выводить, которые из года в год дают одинаковые семена с одинаковыми характеристиками, больше 10 рублей пачка они не должны стоить. А то, что стоят 100 рублей и кто-то их покупает, это личное дело каждого. Я говорила только про себя. Не надо какие-то подвохи искать в моих словах, выискивать что-то негативное, что я оскорбила вас, назвала ненормальными или как-то. Этого не было. Это вы все домысливаете. Ну и тут уместно сказать, что каждый судит, наверное, в меру своей испорченности. Я никого не назвала ненормальными, я про себя сказала, что я не буду покупать. Очень интересно, что получится. Будем ждать видео с результатом. Цвет настроения зеленый, это точно. Кто-то пытается испортить нам цвет настроения зеленый, но мы не будем поддаваться. Так, вот пишет Светлана Копченко. Выращивала такой томат, куст усыпан плодами, это да. Но внутри сухие, одни волокна, шкурка толстая, вкуса, как томата ноль, скормила уткам. Не ведитесь, девочки, ни в засолке, ни поесть дерьмо. Еще рекламу такую продвигают, офигеть. Ну вот, видите, еще один человек тоже предупреждает, что рекламе верить не надо, что, ну конечно, пока сам не проверишь. Я вот даже сразу вчера сказала, я не буду говорить ни за, ни против, пока не проверю сама. Просто единственное, что я знаю точно, что стоить 100 рублей пачка семян не может томатных. Это не саженец яблоньки, которую нужно выращивать год, делать прививку, потом еще выращивать год. Тогда уже она может стоить несколько сот рублей. Семена получаются, особенно если, как они говорят, вот такой урожайный сорт, весь увешан плодами. Они с одного куста, наверное, получат очень много семян, почему стоят 100 рублей. Но это, я уверена, что это только маркетинговый ход, все. Вот Александр пишет, Амбрасиенко, выращивал урожай в хороший, но вкус никакой, трава. Там дальше будут хорошие комментарии, я сейчас до них дойду. Тоже нынче хочу посеять этот сорт. Еще несколько фирм и партнер, очень много о них говорят. Елена. Вот видите как, все говорят, что много говорят, много говорят. То есть такая агрессивная, такая реклама массированная, что люди поневоле, даже сомневаясь в этом сорте, они все равно купят за такие деньги. И потом, когда они один раз посеют, может быть, они больше не будут его вообще никогда сеять. Но по одному разу все купят. Им в фирме партнеры-то хватит, наверное, этого. Вот пишет Татьяна Жалкина. Зачем пугать людей за перцем, как за остальной рассадой нужен уход? Таня, я никого не пугала, просто перец, это уже традиционно так заведено, что он немного более капризный, чем томаты, и у него более длительный вегетационный период. Я просто предупреждаю, тем, кто выращивать будет первый раз для новичков, это очень важно. Они должны знать, что перец немного более требователен, чем томаты. Томаты у нас попроще, они повыносливее. Так, вот хотела купить, Татьяна пишет, Головкина, для экзотики хотелось посадить монгольский карлик, но в магазине мне сказали, что их можно приобрести только у огородников. У вас мне осталось хотя бы парочку семян. Таня, я по парочке семян, по две штуки, естественно, не высылаю. Мне выслать бы хоть полноценные, успеть вот эти заказы, которые люди заказали. И про два семечка я даже не обижайтесь, но и говорить не буду. У меня сейчас время очень мало, из-за двух семян готовить, целое письмо отправлять, оформлять. Нет, конечно. На будущий год, если захотите, выпишите. Так, а можно мне выслать семена, помидоры, загадка природы. Все о заказах семян есть на сайте. Как заказать семена? Здесь я даже время тратить не буду о заказах семян, тем более уже я заканчиваю, у меня и семян-то уже осталось мало. Приму только те заказы, которые уже лежат на почте, даже если они не открытые. Но если вы написали мне в течение января, я всем, всех вот этих обслуживаю, новые заказы в феврале, скорее всего, уже не буду принимать. Посмотрим. Но здесь о заказах я не говорю, здесь говорим только о растениях. Давайте не будем путать. Заказы семян, есть почта, есть видео, как заказать семена. Смотрите там. Так, Татьяна Канаева пишет. Огромное спасибо за разъяснение. Уже от многих огородников слышала, что фирма-партнер ведет нечестную игру, выращенные томаты не соответствуют описанию. Потратила большую сумму денег на семена-партнер. Говорить ничего не буду на эту тему даже, потому что семена-партнер не покупала, ни разу не выращивала томаты от партнера. И не могу сказать ни плохое, ни хорошее. Вот банановые ноги нынче посею, посмотрю и тогда дам свое мнение. Но может быть, вот там дальше внизу есть комментарии, что может быть рано снимают с куста, говорят, что им нужно перезреть, тогда они будут вкусные. Наталья Смирнова пишет. Только подскажите, пожалуйста, купила биоперегной, могу ли посадить томата в него? Наташа, я не знаю, что это такое, потому что, знаете, вот мы перегной берем только такой, как не магазинный, а именно вот привезенный с фермой или перегной с компостной кучей. Я не знаю, что такое биоперегной, какой там состав и можно ли посадить только в него, но обычно, я вот насколько знаю, перегной, который я использую, я всегда перемешиваю с землей. Один перегной, это, наверное, сильно жирно. Томаты, вы знаете, они же у них есть склонность к жированию, как бы вы не вырастили гигантов, здоровых, таких красивых зеленых, которые будет большая зеленая масса, в ущерб цветению. Посмотрите, пожалуйста, состав, там должен быть не только перегной, но еще простая зима. Из чего он составлен? Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, как заочно ответить, не зная состава. Вот все пишут про ноги, а я хочу вас поддержать в отношении теплой атмосферы на канале, пусть так будет. Да, я полностью согласна. И когда вот некоторые комментарии пишут, такие не очень хорошие, я всегда делаю замечания. Не накаляйте атмосферу, не уходите в негативную, в какую-то сторону. Если мы вот на такой, вот как девушка предыдущая сказала, на зеленой волне, цвет настроения зеленый, не надо портить другим людям настроение себе. Я уже говорила в самом начале огородной азбуки, что очень важен для работы в огороде психологический настрой. Поэтому я говорю, в плохом настроении не начинайте сеять, не пикируйте. Я не знаю, может быть это для некоторых покажется суеверие, но я на своем опыте убедилась, что если без настроения начинаешь что-то делать, растения не получаются такими здоровыми, такими бодрыми. Поэтому и вот мы, у нас тут сообщество, вот как раз любителей вот этого огородничества. Нужно поддерживать хорошее настроение. Я больше чем уверена, у злых, у таких вот людей не растет ничего, не получается хорошего урожая. Надо настраивать себя на позитив, и тогда у нас в огороде будет все нормально. И вот я полностью, жаль, что имени тоже не могу прочитать, не по-русски, полностью поддерживаю вас, что нужно добрую атмосферу на канале поддерживать, общаться между собой в таких, на лайте, короче. Не надо ничего плохого писать. Так, источник рекомендует выращивать в 4 ствола, это вот про банановые ноги, и дать ему как следует вызреть, тогда он будет сладкий. Вот это вот такое замечание, там еще один комментатор, что некоторые, может быть, возможно, не дают ему дозреть, поэтому он получается как трава. Может быть, этот сорт именно хорош для длительного хранения, потому что обычно вот такие суховатые, в которых много сухих веществ, они именно для зимнего хранения идеальны. Может быть, банановые ноги по вкусу летом мне не понравятся, но я их уложу на хранение. Может быть, они зимой покажут, откроют вот эту вот свою, всю гамму вкуса томатного. Большое спасибо за видео, это реклама, короче, некрасиво, так дорого продавать. Люди добрые, не ведитесь на их рекламу. Но все-таки нужно попробовать. Может быть, это правда такой прям удивительный томат. Вот написано, что хозяйка этого сайта в последнем видеоролике очень подробно рассказывала о выращивании, в том числе об окраске разной степени спелости. Советую посмотреть, тоже приобрела, буду выращивать, посмотрим, что вырастет. Вот людям хочется все равно вырастить. Это как в анекдоте. Бедные мышки плакали, ой, кололись, плакали, но ели кактус. Ведь уже многие говорят, что не очень он такой, а люди все равно покупают, берут. Это вот в нас дух такой авантюризма, экспериментатора. Мне тоже охота посмотреть. Хотя мне лично читали, не выращивайте, не садите, это все неправда, он невкусный. Я хочу на себе убедиться, вкусные банановые ноги или нет. Вот пишет Мария Епатова, тоже буду испытывать в этом году банановые ноги. Мне кажется, в этом году в каждом российском огороде будут расти банановые ноги. Такая же пачка, как у вас, надеюсь, оригинальные. Попробую дольше держать на кусте, чтобы лучше вызрели. Банановые ноги, пишет Алия. Какие они? Никакие. Сажала в прошлом году неурожайные и невкусные. Это реклама и только. Так, сколько можно нас обманывать? Потом. Мы любим эксперименты. Ну, я только что говорила. И обязательно в этом году вырастим банановые ноги, пишет Матвей Дудин. Партнерские сажали томатом в этом году, очень довольны. Так что слухам не верим, все попробуем сами. Ну, вот я тоже того же мнения. Пока сам не попробуешь, ну, никогда точно не узнаешь. Вроде и верится, и не верится. Земля у всех разная. Вы, Ольга, просто молодец, в словах аккуратны. Это Матвей пишет. Так, большое спасибо за видео, что поделились. Мне тоже прислали эти ноги, причем одни детерминатные, а вторые высокорослые, пишет Светлана Кизлова. Вот у меня тоже четыре разных теперь ног. Буду испытывать, очень интересно будет узнать ваш результат. Мне вот тоже интересно, как могут быть банановые ноги. Одни высокорослые, одни детерминатные. Какие из них настоящие? Татьяна Иванова пишет, сажала в прошлом году чепуха. Чепуха, банановые ноги по описанию очень похожи на томат пальмира. Хранятся долго, хороши в основном для консервирования. Я вот про это и говорю, что если томат суховатый, если он суховатый, как вот говорите, что он такой, он, возможно, идеальным сортом будет для зимнего хранения и для консервирования. А для еды, значит, нужно будет садить другие, такие как мясистые, салатные, салатовые или... Так, покупала у селекционера семена, мне очень понравились, очень вкусные, на кусту много, ввела в 4-5 стволов. Вот я говорила, что есть и положительные комментарии. Сами кустики дохленькие, листики тоненькие, поникшие, высотой не более 70 сантиметров. У меня было три куста, даже не успели закатать, все съели, настолько вкусные. Вот видите, как? Сколько людей, столько мнений. Хотя предыдущие почти все были мнения отрицательные, а вот нашли положительные, которые вот прям просто она восторгается им, что они вкусные и много. Так, вот опять Матвей пишет, который говорил, что я аккуратно в словах. Солендарен, нужно сначала попробовать, а потом только грязь лить. Ну, Матвей, вы мне говорите, сами меня похвалили, что я аккуратно в словах, сами в словах неаккуратны. Грязь лить, это выражение сюда не подходит. Грязь лить, это когда человека оскорбляют, как-то его обзывают, а в предыдущих, на которых вы говорите, что грязь льют, они высказали свое мнение о полученных плодах. Ну как, поэкспериментировали, посадили вот этот томат, не понравился, пишут, сухой, никакой, невкусный, трава, ну какая тут грязь. Это высказали, они дали свою оценку томату. Вы тоже нужно покорректнее выражаться, потому что грязь лить здесь вообще не подходит. Вот это выражение мне не нравится, хочется прямо его убрать. Так, Надежда Белякова пишет, банан оранжевый сажала, очень понравился, а банановые ноги очень дорогие. В Москве 100 рублей. Вы знаете, они везде 100 рублей. Когда агрессивная реклама, меня наоборот отталкивает от покупки. Будем ждать вашу оценку. Сегодня купила у нас в Бресте, пишет Ирина Старосотникова, последнюю пачку, тоже очень дорого, в переводе на доллар 1,6, ну это тоже 100 рублей почти. Конечно, реклама сыграла огромное значение, в прошлом году только и кричали о них, я очень рада, когда увидела в магазине, сразу не задумываясь, купила. Очень высок соблазн. А сейчас вот посмотрела. Так, сейчас посмотрю. Ваш ролик с антирекламой вот в раздумье. Ирина, у меня антиреклама нет на этот томат, я еще раз повторяю, я его не выращивала, я не могу сказать ни плохое, ни хорошее о нем, ничего. Я вам только собираю, как сказать, аккумулирую все данные от тех людей, которые его выращивали. Я скажу только в конце лета. Это не воспринимайте, как антиреклама. Я вас не отговариваю, просто я говорю, что пока сам, вот, например, я сама не выращу, я ничего сказать не могу. Но отзывов, ну, не очень хороших, положительных мало, а не очень хороших отзывов много. Единственное, на что я делаю упор, что 100 рублей для пачки, это очень много. Любых расчудесных, даже иностранных сортов томатов, 100 рублей не должен стоить томат. Вот это, я уверена, что просто реклама. Я упор делаю на то, что дорогая цена. Наивная я купилась на рекламу, пишет Екатерина, приобрела эти ноги, теперь думаю, может в открытом грунте посадить. Место не занимать. Тут ей отвечает Александр. Сажал полная ерунда, урожай, но вкус никакой травы. Жалко место в теплице. Все, на этом закончим. Как вы видите, вот эти банановые ноги, они всколыхнули все наше сообщество огородное. Сколько людей, столько мнений. Вот два мнения прочитали, положительных, хороших. Остальные, конечно, не очень хорошие. Но у меня нет моды раньше времени как-то, как принижать сорт какой-то и говорить о нем плохо. Я вот сама, когда посажу, я вам тогда все расскажу. Вот про монгольский карлик также. В прошлом году я говорила, что стоил он 100 рублей пачку. И все говорили, кто его выращивал, говорил, что ничего особенного, у него нет томат, как томат. Его так разрекламировали. Его до сих пор нет в магазине, в продаже почему-то. И стоит он тоже очень дорого. Но я, когда его вырастила, я всем сказала, что это обычный сорт. Да, неплохой. Он очень урожайный. На нем много-много томатов. Но для меня он, я нашла такой плюс, что надо много места, потому что он грунтовой, он расползается на полтора квадратных метра, один куст. Его нельзя привязывать, потому что он стелющийся. Для меня вот это неудобно. И его могут выращивать только те, у кого действительно, кто выделит им место, много вот этим вот томатам. И по вкусу он обычный. Я бы не сказала. Вот если загадка природа в том году мне понравилась, ну вот прям тает во рту, ну сладкий, ну такой вот и ароматный все, то монгольский карлик, он больше по вкусу идет, ну к массовым. Вот массовые такие томаты, которые мы используем обычно. Вот для этого он идеален. Вот для томатных соков, для кетчупов, для леча, он очень дает большую массу. Это вот такой средний томат массовый. И я тоже, как в прошлом году говорила, и нынче говорю, что 100 рублей за пачку цена неоправданно высокая. Монгольский карлик это простой обычный томат, но который хорош, вот например для наших, для холодных регионов, он сильный, он нетребовательный, неприхотливый, для него можно шпалеры не натягивать, колышки никакие не вбивать, не впривязывать, посадил и забыл. Вот это действительно посадил и забыл. Не надо ни посынковать, ни подвязывать, ничего не делать, вообще ничего не нужно с ним делать. Он даст вам хороший урожай. Но по вкусу они обычные томаты и занимают много места. Все. Я дала монгольскому карлику, дала вот такую реальную оценку, вот что он из себя представляет. Потому что было много, кто-то писал, что это сплошная кислятина, кто-то писал, что вкусные мясистые. Вот я вам говорю, что вот средняя, если по десятибальной шкале, пятерка у него твердая. Он и такой крупненький, первые плоды, и неплохой на вкус. Он может и для салатов идти, и для всего. Но, конечно, он уступает по вкусу всем вот этим мясистым бифтоматам, вот этим вот для салатов, которые мы вращиваем. По вкусу он уступает. Но урожайный, но неприхотливый. Кому нужны эти плюсы, эти качества, они, конечно, остановят выбор свой на монгольском карлике. Кому нужен именно вкус неповторимый, аромат такой вот, такие именно вот, огромные вот эти томаты-гиганты, конечно, монгольский карлик покажется для него невкусным. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Нынче будем испытывать банановые ноги. Все томаты, которые завышена цена, у которых, и которые сильно разрекламированы, будем проверять и давать им реальную оценку.